доехали до киргизии вернее как только перешли границу ну так прошли довольно быстро минут наверно за 20 ну да максимум полчаса казахская очень быстро буквально раз киргизской немного потолкается она там когда ехали доехали от как он с айран алматы станция там взяли машин поделили на троих доехали за 6 нет до 9 а ну да мы покупали еще на среднее место и в итоге за 9000 доехали ну там водила гнал просто по полной программе добрались буквально часа радовало задавать здесь ну очень-очень быстро но он лихачил там по полной ну да ну на самом деле она наверное по цене того стоит считаю что там 230 километров 210 именно стоят вы комментатор да правильно поправляем а тут получается можно доехать если тенге остались где-то за 1200 на машинке сейчас мы ждем еще одного попутчик и погони заселяться доехали до бешкека заселились идем гулять смотрим что можно посмотреть фактически ему чуть больше чем половину дня сейчас 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 завтра уже едем на секунду и сегодня ну так осмотреть по идее в бешкеке смотреть особо нечего я думаю нам должно хватить этого дня на все так что поехали фокус от зайца в дубовом парке можно посмотреть на всякие каменные извояния это где-то 90-х годах разные видимо скульпторы извояли он например женщина на рыбе как называется равновесие кивачинский 94 год а так ну и в общем все в этом духе разные скульпторы разные названия стела вечной славы павшим борьбе за слава власть советов есть видимо должен был быть вечный огонь недалеко от нулевого километра есть арт-галерея по типу арват там где-то твои мотивы простые сапуль горы лошади барса нулевой километр если кому нужно он так вот в плоскости лежит что его еще фиг найдешь он сразу вот напротив тетушки еще пять минут ходьбы и попадаешь на площадь алатау собственно главная площадь главная структура главные фонтаны 10 метрах от центра бишкека 10 метров 10 минут и находится карагачевая роща в 19 веке некий ботаник здесь раздел лесопарк такой для осушения болот и сейчас из него сделали отдыхательную зону да его реально отреставрировали видимо недавно здесь очень даже миленько здесь такая смесь чего-то нового люди беседок и чего-то старого виде видимо старый ход чего-то добро пожаловать советский а там еще сзади бывший фонтан бывший амфитеатр импровизированный панда парк так интересно приятный парк хотя здесь ну людей так приличнее уже открыт только первую большую брус все испугалась коровы такая рогатая а второй прудик пока такой еще не заделанный ну я думаю да купаться здесь нельзя официально хотя корове видимо все равно в бишкеке если вы с детьми то можете посидеть парк панфилова но здесь стандартно аттракционы вата кукуруза в руках не знаю даже никого то есть кукурузу не видим ну в общем все как на любых южных курортах всякие там штуки тебя поедешь в общем парк аттракционов парк и панфилов стоит товар во первых дешево качество качественно дешево очень очень много чего да стоит взрослым 80 сон ну считайте 80 рублей детский 60 вообще любой а мне кажется самый дорогой 100 можно нагонять если с детьми вообще огонь да и так вспомнить детство а это мы пришли на почте людей вообще нереальное количество кажется это вот весь бишкек приходит на площадь причем ну как бы особо-то ничего не делают просто ходят сидят просто такое время выйти на улицу когда не очень жарко но какой-то да прикольно кричите аред ар 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 ар